Добрый день! Вы на канале Банковский и сегодня мы поговорим о том, как перевести деньги в ОТП Банк через Сбербанк Онлайн. Для начала вам нужно перейти по адресу онлайн.сбербанк.ру и войти в свой личный кабинет. Если вы не умеете входить в личный кабинет, то инструкцию о том, как это делается, вы найдете в описании. А мы же переходим к переводам. Для начала необходимо нажать на кнопочку перевода и протяжи в верхнем меню. Дальше, если у вас есть данные по карте человека, которому вы хотите перевести деньги, нажимаем кнопочку перевод на карту в другом банке. Заполняем номер карты получателя. Если у вас несколько карт, то необходимо выбрать ту, с какой вы будете производить оплату. Если одна карта, то выбирать ничего не потребуется. Дальше, вписываем сумму и нажимаем кнопочку перевести. Дальше нажимаем кнопочку подтвердить по СМС. На ваш телефон приходит СМС, вы его вводите и перевод закончен. Комиссия для карточного перевода составляет полтора процента, но не менее 30 рублей. Что делать, если у вас нет данных карты человека, на которые вы хотите перевести или вы хотите сэкономить по проценту комиссии. Для этого возвращаемся на вкладочку переводы и протяжи. Выбираем перевод частному лицу в другой банк по реквизитам. Заполняем номер счета. Пишем фамилию, имя получателя и отчество. Дальше необходимо выбрать банк. Можно нажать кнопочку выбрать из справочника. Я вбиваю сюда название своего банка, но аналогичные действия подойдут и для любого другого банка. Автоматически подставляется БИК, коррекционный счет. Вы можете их сравнить с тем коррекционным счетом, который указан у вас в договоре, либо в тех данных, которые выслал вам человек, которому вы хотите перевести деньги. Дальше выбираем карту, с которой будет списание. Прописываем сумму, которую хотим перевести и указываем на значение протяжа. По слухам назначения с какими-либо оплатами, переводами частным лицам лучше не вводить слово «агент», а то протяж может быть заморожен. Я в данный момент напишу пополнение счета и нажимаю кнопочку «Перевести». Проверяем данные. Если все совпало, нажимаем кнопочку «Подтвердить по SMS». Вводим SMS, нажимаем кнопочку «Подтвердить». И Сбербанк говорит нам, что платеж исполнен. Несмотря на то, что в данный момент никакая комиссия не показана, на самом деле с вас спишут 1%. Это на 0,5% дешевле, чем при оплате, при переводе на карту. Комиссия составляет 1%, но не более 1000 рублей. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и удачного дня! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok